Я с запоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками. Вот когда дома открываете Писание, читаете, но не все же не читают, то старайтесь прочитать стих один задумать, и не просто. У нас начитанная Библия, включили ее, и она произносится, а нигде никого нет. На улицу вышла, и я говорю, что у меня всегда она в магнитофор, тем более сейчас можно включить, сутки не вытащится. В одно гортухо влетает, а в другое вылетает. Ты задумайся над одним стихом. Петр, рыбак, напоминает. А что можно напоминать? Да то, что ты знаешь. Если смотрел интересный фильм, он и в храме будет мельтешиться здесь. Были встречи, неразрешенные какие-то вопросы, ты будешь стоять здесь, об этом же думать. Напоминанием. Почему мысли-то бродят куда-то? А потому что уже засорили, самоздито. Да чистый смысл. Не просто смысл, а чистый. Без предвзятости. А то заранее уже настроено. Еще не пришел, а уже против. Еще ни одной книги не взял, не прочитал, а уже свою установку имеет. Не встречался, а уже не принимает. И напоминает что? Помнили слова, прежде реченные святыми пророками. Ну как можно помнить, если ты их не читал? Я все это отношу к русской православной церкви. Она и греческая такая, и албанская православная, и католическая такая же. Спрятали, Слово Божие, на две тысячи лет. С кем бы ты ни встретился, ни одного не встретишь, кто бы знал. Я встречался с католиками, ни один не знает Писания. Встречаюсь с мусульманами, Коран, никто не знает. А один по-большому, ну как православные, точно такие же. Рассказывать, я говорю, ты хоть Коран-то знаешь? Знаю, начинаю говорить, называю там Сура, Аят, такое. Ничего не знаю совершенно. Это православие. А православие заключается как раз в темноте, вне знания. Жалуются часто на отсутствие памяти. Я нынче только задумался об этом. И понял, что память, она совершенно не нужна. Это самое хорошее прикажание, которое в памяти нет. Батюшка, благослови, батюшка, благослови. Храм, 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 больше ничего не надо. А дальше живут, как все, умудряются коров, свиней держать, детей учить, рожать, повоятить, сказать, все знают. Одного Бога не знают. О многом ты суетишься, Марфа? Я никогда не задумывался раньше, а потом стал смотреть, почему же Господь ей так ответил. Почему она-то в ответ ничего ему не сказала. А ведь в лице Марии, это весь мир, в лице Марии, Марфа, больше никого не было. Если бы Мария пошла помогать, у Христа слушателей-то никого не оставалось. Ему, у Христу было за что бороться-то. Это вся наличность его какая была. Одна сидела слушательница, но в лице ее все, которые любят слушать Слово Божие. В лице Марфы все, которые отвлекаются. Я не скажу, что не любят. Могло быть по-другому. А сколько вариантов? Да несколько. Могли бы сказать, Господи, сядь поближе здесь на кухне, разговаривай, чтобы я маленько слышала. А можно сказать, было и по-другому, Господи. А можно погромче говорить, чтобы я-то на кухне тоже слышала. В день Марфы-то мы все в один день кончимся. Нас очень просто учиться. На обед не подай, только будем искать Марфу, а про Марии забудем. Заботиться надо, напоминать и кого пророков, которые прежде, до нас, еще были. Ну кого ты можешь сказать? Я назову самых великих пророк Исаия. Что ты из него помнишь? Дети-то ничего не знают. А назови ему какую-то матрицу, он знает. Назови ему какого-то колдуна, волшебника, он знает. Ты ему скажи, а что такое Иеремия, а при каком царе он был, а чем пророк этот главный занимался, цель какая была. Ведь были пророки и священники, а были просто пасухи. Это надо знать. А слова-то они какие говорили? Ну из пророчества хотя бы одно. Ты знаешь, написано, говорит, троните из для дедявола кошелька. Экономить-то не можете. Электричество, то у тебя вторая горит, есть пять тонарей. Трудишься? А кто это сказал? Вы приходите к копне молотить и думаете набрать столько, а приходят, а ничего нет. Поле сорняка не заросло, иначе оно не может. А это тоже пророк сказал. И на вас напыщу жуков, червяков. Господь перечисляет. Какой пророк он сказал? Ведь ни один не скажет. Уж сколько пророков. Какой за каким поглавлением ищет. В поглавление сразу заглядывает. Что дальше-то расскажет. Здравый смысл. А если каждый день будешь считать, будешь знать. Не может того, чтобы ты этого не знал. На работе твоего начальника запомнил. А кто у него зам, а кто работает в бухгалтерии, в отделе кадра, запомнил. Учителей знаешь по имени и отчеству? Ну и это бы запомнил. В соседней деревне ты знаешь как. Почему ты не знаешь, где его в Салиме находится? Что такое гора Сион, гора Синай? Ну хоть немножко-то. Надо знать. Книга Исход, 12 глава, 19 стих. Что нужно помнить? Семь дней не есть квасное. Истребите все. Израиль знал, все до одного знали. А у нас не знают. Поезжайте в соседнюю деревню, в район. Кто посты соблюдает? Это уж у нас. Так, и то еще я не знаю, все соблюдают или не соблюдают до конца. Когда не положено растительное масло? Не употребляли ли? Я еще раз повторяю. Посты эти не евангельские. И по ним, думаю я так, Бог судить не будет. Но мы православные. Бестяковый лукавцы должны строжайше исполнять все. Вот у нас в сутат написан. Чтобы на одежде не было никакой надписи. Не надо обсуждать. Сегодня уже пятерых выводов. Дома проверьте у детей, чтобы ни одной надписи не было. Ни одного рисунка не было, кроме растительного происхождения. Словно, это не то, что зашли и готовились. В следующий раз никто не пройдет. Вернетесь домой. Притом сделайте это уже сегодня. Уже почти всех развернул. Кроме одной скамейки. Выбросите эту скамейку. Она уже свернена непокушанием. Ничего не могу сделать. Понимаете, вы начните в малом себя. В малом верном обмоге. О малом говорится. А кто ни во что ставит малым, написано мало-помалу о бенеи. И она возбуждает ваш здравый смысл. Писание. Кончится жизнь. И последние слова какие? Не о Боге. Любая самый маленький колдун. Что-то на вас напустит и все. И корола вздохнет. И молока не даст. И что угодно будет. А верующий, он перекрестил крестным знамением, читает молитву. Отойдет сатана. Я искуплен из чада Христова. За меня умер Господь, кровь правил. Так написано. Ты трепетал его и боялся уйти в бездну. Пришло раньше времени мучить нас. Ты не знаешь, что сказать. Сатана трепещет от этих слов. А это сразу сдаются. Все. Если бы верующий, то все были. Я бы фильмов про колдунов-то не было. И бы книжки никто не покупал. А она самая востребованная книга нынче. Самая востребованная. Миллиард. Долларов она заработала на этом. Уму непостижимо. Что это значит? Весь мир во власти сатаны. Он и говорит, кому хочу, тому даю власть. Вот знаешь, что это. Не ешь кровавое. Чтобы ничего кровавого не было. Где кровь не выпущена. Не покупайте колбасу, если не знаете. И ее изготовление. Птица, забитая электрическим током, не подлежит нам в пище. А какое к нам отношение имеет? Самое прямое. Книга Левит 17.14. Не ешь кровью. Всякий, кто есть в крови, истребится душа та из народа моего. Твоя кровь будет пролита. Это 15 глава Деяния апостолов в новом зале. Это это в детском зале. Это ты в детском зале, ты в детском зале не считал еще. А почему нельзя в ней душа? Вот и все. Евреи покупают только кошерную пищу. На чем стоит знак их синагоги. Своего сената, синода, синедриона. А у нас и чего этого нет? Не знают. Кошерная пища должна быть и в духовном плане. Что идите, что разговариваете. Здравый смысл надо возбудить. О чем пророки заботились? От слов своих осудиться и оправдаться. Ни один лжец, ни один не войдет в Царство Небесное. Приучите к этому детей. Ни одного слова неправильного не говорить. Не знаешь, скажи, я не знаю. Я вот видел, а дальше не могу сказать. Лже свидетельствуй. Главная задача учителей сделать христианином. Запомните. Если вы его христианином ребенка не сделаете, вообще вы зачем тогда здесь и нужны? А это так легко, когда все верующие наблюдают за ребенком, подсказывают ему, ведут. Некоторые этого не понимают. Не понимают? Не больше 10 лет пройдет, дети вырастут. Ваше семя, непонимание, оно даст плоды. А возбуждать и не еще. Бытие 40 глава 14 стих. Иосиф наказывает Виночерпию, ты выходишь из тюрьмы, я тебе предсказал, и когда тебе будет хорошо, ты вспомни обо мне. Я на слово вспомни, решил посмотреть, что об этом говорит в Писании, о чем мы должны вспоминать вообще. И читаем далее. 40 глава 23 стих Бытия. И когда Виночерпий вернулся, он не вспомнил об Иосифе, забыл, закажется. Ты же фактически-то по его пророчеству вышел. Слово напоминать, вспоминать в Библии встречается 205 раз. Понимаете, мы не на равные говорим. Вот если ты за эту неделю эти 205 мест не прочитал, то ты уже все не можешь сказать. Я их все до одного места постарался найти в Библии. И узнать, о чем Бог говорит, напоминает нам. О чем вспоминать должны. Не просто так отключился, а лег спать. Исход 13.3. Помнить сей день, в который вы вышли из Египта из дома рабства. Как я был неверующий, это надо вспомнить. Что было? Выпивали мы с братом вместе, с сестрой, с матерью, с отцом, а теперь я вышел из этого рабства. Курили вместе, а теперь вывел Господь. Играли в карту, а теперь вывел Господь из этого рабства. Напоминает компьютерные игры страшнее, чем наркомания. Уже сегодня тревогу бьют. Если дети играли, ведите на висп поискаре и к священнику. Самое настоящее полновесное обеснование идет у детей. Они ничего не могут сделать. Это уже бьет тревогу государство. А мы не можем верующие этого понять. Прекратите смотреть эти мультики. Вы имеете общение с бесами, Павел говорит. Если фильм такой, чтобы он тебя научил чему-то, да после фильма еще раз судите. Расскажите ребенку, а вот это неправильно. Вот если был верующий, то вот так было. И ты попадешь, вот так ты будешь. Ведите его все время за руку. Исход 20-го, 8-й стих. Полный день субботний. День субботний, день покоя. Хорошо у нас у православных только праздник. Вот сегодня день успения Божьей Матери. Интересный праздник вообще-то. Во-первых, он не ревангельского устроения. А когда задумаешься, а как хорошо, что он есть. Ведь фактически весь мир накрыт сараном страха смерти. Все умрем. Пока маленький как-то не задумаешься. Я первый раз взрослый, когда меня поздравили. Я говорю, 25 лет. Я подумал, ужас какой. Четверть лета. 50 лет я уже спокойно перенес. Но вот уже 70 рядом. И уже, понимаешь, все кончилось. И уже не беспокоишься. И, говорит, не дергаешься. Ясно, что веревка уже натянута. Осталось только столкнуть. Помни, когда ты отойдешь. Все время вспоминай. Написано, помни день последний, вовек не ты грешишь. Начать жить по-другому. После 70 лет я живу уже в получшей крепости. А до 80 лет дожил. После. Это только милость, благодать Божия. Или эта душа сильно уж почитала своих родителей. Написано, долголетен будешь. Что-то особое в этом есть за 80 лет. Или нет расстояния никакого. Бог ждет покаяния от этой души. Кто-то за нее молится, чтобы она не ушла, я раскаянная. Она не кается, не кается. Живет, гниет и не может умереть. Но что-то в этом есть. Потому что согласно Писанию. Числа 15-40. Чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои. И были спряты перед Богом вашим. Значит, помни заповеди, их надо знать. Значит, если бы все это знали, вот то, что я читаю сейчас, они бы заботились, чтобы у каждого в доме было Евангелия, а этого не было. Значит, никто и не читал. Старозаконие 7-18. Помни, что сделал тебе Господь, когда потопил Параона. Помни, мы счастливые люди, при нашей жизни случилось крушение коммунистической партии. Самая ледоевская организация за всю мировую историю. Истребление шло поголовное, подряд, всех. Я знал, что это кончится, но что при моей жизни будет, этого я не знал. Бог позволил увидеть счастье, крушение этого фараона, как Бог его потопил в собственной крови. Старозаконие 8-2. Помни путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, когда ты уверовал, как ты радовался, ходил в храм. 8-18. Чтобы вспомнили Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Он дает тебе силу заработать деньги, чтобы дом построил, чтобы корову купил. Он дает тебе силу. И дети родились от силы твоей, говорят, это начаток силы моей, это первенец. Прямо так Иаков и говорит. Везде и всюду, что мы делаем? Почему с Богом надо делиться десяти, но отдать? Она принадлежит Богу. А не отдает вор, что бы ты ни был вор. Самый настоящий вор, но ты как в святостате, ты Бога воруешь. Тысячекрат хуже вора. Почему? Бог дает тебе силу, и ты помни это. А не дать силу, то все, и корову не подоешь, и воды сама себе к арту не поднесешь. Второзаконие 9-7. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога своего, того самого дня, как вышел. Помни, сколько раз отступал от запады, сколько раз не молился, сколько пост нарушал, сколько не помнил Господа слова, какие я говорил. Вот смотри, из-за пустяка раздражаются, прям в отчаяние впадают. А из-за чего? Общего дела нет. Мы рассуждали с братом. Главная причина, что человека не связывает, ничто общее. Вы потеряете все разрозненные, особенно видно, говорят, зимой. Пройдет буран, день второй, никуда ни одна тропинка не идет. Через дорогу один кто-нибудь перейдет, и все. То есть, если бы общее дело благовестия было, вы бы были другими совсем. Поверьте, у нас кто ходит на благовестие, это особая какая-то спаянность людей. Уже готовятся, лизитки берут с собой, кого пригласить на занятия. Люди готовятся. А так ничего нет. Пришел, обстоял, ушел домой. Ну, а дома ты сама знаешь, там кухня, скалки, прялки. Второзаконие 15.15. Помни Господа твоего, когда бы ты был рабом. 24.9. Помни, что Бог сделал. И дальше говорит, с Марианью. Когда она поднялась против брата, как покрыл ее проказы, а ты против мужа говоришь что-то. Ты давно прокаженная. И не знаешь это. Помни эту Мариану. Она угодна была Господу. Она сон, она руководила Клиросом, хором. Но против него с мужем Бог покрыл ее проказой. Помни, Бог напоминает, помни. О чем напоминает, чтобы чистый смысл помнил реченое пророком. Это пророк Моисей сказал. Старозаконие 32.18. И заступника, родившего тебя, ты забыл. И не помнил Бога, создавшего тебя. Это какой упор-то? Практически ко всему миру. Вот научитесь, всегда говори прямо о Боге. Сразу, и при том местами Священного Писания. Я вам уже передаю, как говорится, свой опыт. Меня спрашивали епископы неоднократно, может дать толкование? Сначала правильно прочитай дословный Евангелий, а потом дай толкование. А потом сделай привязку к сегодняшней ситуации. Ты увидишь, как люди совсем по-другому на тебя будут смотреть. Даже пьяницы и те по-другому. Из дома выйдешь, они прекращают разговаривать, один другого толкает. Смотри, вышел. Не матерись, не ругайся, не стерноцволь. Вокруг тебя будет особое свечение от Слова Божия, не от тебя. 4 Царь 9, 25. И Иуи, когда Бог его воцарил, он вспомнил, вспомни, как Господь изрек свое Слово. Вот тут-то мы же ехали, а пророк Илья сказал, весь дом Ахава будет исцелелен. Помнишь, да? Я тогда не знал, но оказывается, я был главный звезд, что через меня Бог уничтожит этих царей. Помни. Вы всегда помните, что вот это, что она качается очень и очень быстро. Вот ребятишки растут около дома, вроде незаметно, а смотри, как быстро они поднимаются. А вот теперь рад бы ты его повернуть, а уже упущен, уже вдоль глазки лег. Все. Ио 3, 6, 24. Помни о том, что было с тобой, и превозноси дела его. Вот это надо всегда помнить. Притча 22, 19. Чтобы упование твое было на Господа Бога. Я учу тебя сегодня, и ты помни это. Если эти ученики, которые у вас сегодня запаркованы, перейдут в другую школу, сумеют ли они то, что вы дали особое, не по программе, только школьной, божественно, понеси в другую школу. Я свидетель, как ученики сектантские, и ретиков ученики, несут твое заблуждение в школу, и очень успешно работают с учениками. Первое время над ними смеются, потом видят, что они не такие, а потом прислушаются, уже 2-3 человека, и легче. Пока о вас такого не слышат. Вы растворяете своих детей в этом мире. Они слишком похожи на мирских детей. Экклесиаста 2-16. Что и мудрого не будет вечно помнить, а будут помнить ходящего в заповеди Господни. Экклесиаста, говорится, помни Создателя твоего от юности, твоя 12-я глава. Матфея 5-23. Что нужно помнить на молитве, если ты вспомнишь, что на тебя имеет брат мой. Не ты, потому что тут не надо вспоминать, ясное дело, я на кого-то обиделся. Обида не христианское дело. Тогда не молись даже. Пойди прежде примирись. Лука 16-25. А Авраам сказал богатому, который горел во вне, в аду, помни, что ты получил в этой жизни. Страшно, когда человек верующий и погибнет. А погибнуть верующему очень легко. Делать ради славы своей, ради чего-то, а не ради Господа. Поэтому мы все время должны проверять себя перед Богом. Господи, во свете Твоем как я выгляжу. Святые постоянно этим интересовались. Лука 22-61. И когда Иисус взглянул на Петра, Петр вспомнил слова, которые он сказал, что отречешься от меня. Когда Господь нас трогает болезнью, напоминанием, Словом Божьем, о чем мы вспоминаем? Вспоминаешь ты первый день, как ты услышал Слово Божие. Павел вспоминал, как и он встретил Господь. Он вспоминал все. Почему так мало у нас воспоминаний? Посмотрите, письма, когда на почте, бывает там, просматривают, верующие, не верующие. У верующих письма просматривают, и обратилась Пашталенка. Случайно от нее что-то только услышала. Что в наших письмах, что в наших телефонных разговорах, что в наших беседах. Иоанн 2,12. Ученики вспомнили, что так написано. А когда вспомнили? А когда Господь нашел выгонять из храма. А до этого они считали, повторяю, 700 лет было написано, дом мой дом в Моритве на Речетке, а мы сделали вертепом разбойником. 700 лет никто не видел, что давно вертеп. Торгуют, разговаривают, деньги меняют. Я сегодня о чем сказал? Дети дома, напомните родителям. И сами приведите в порядок внешний. А потом, скажите, а как мы могли пропустить это? У нас же в уставе написано, а почему мы так допустили это? Как ребенок вышел и даже не посмотрели на него? Ты его подвез, а перед зеркалом поставь, посмотри на себя. Помоги ему встать на другую дорогу. Он пошел в храм. И написано, идешь в храм, приготовь тебя к слышанию слова Господня. Не к жертвоприношению. Жертву положи, десятину, это одно. Вот влящик лежит, доброходно дающего Бог любит. Иоанн 14, 26. А как сходу? Памяти нет. Я знаю, где искать память. Дух Святой напомнит вам все, что я говорил вам. Дух Святой, приди, стелись в нас и очисти от всякой скверны, от дум, от памятования. Не разрешайте уму блуждать, когда он все время будет сцепляться за божественное. Иуда 1, 5. Я напоминаю вам, и вы помните это, что Бог, вывезший из Египта, погубил вас и зарыл в песок. Мы верующие. Основана деревня православная. Нужно ни один не спастись, если будем жить небрежно. 1 Коринфян 11, 2. Хвалю вас, Павел, что вы все помните, что я написал вам. Эту похвалу мы получим от Павла или нет? Все мы помним. Надо проверять в уроке, готовить ученик или не готовить. Если ученику что-то легко дается, он такой, ну, более развитый-то, и дома не готовит ничего. Его ждет великая беда. Самое главное, он не научился трудиться. Если он быстро все на лету схватывает, ты загружай его по полной программе дома, чтобы другие книги считал. А у которого мнение развито вроде разом, но он настойчиво трудится. У него в жизни пойдет все как надо. А он не научился. Как правило, такие люди нехорошие вырастают. Он не умеет трудиться, они не умеют трудиться, он начинает воровать. Ифицианам 2.11. Вспомните, когда вы были языщиками. Нас как будто вел кто на убой. Ильеем 13.3. И помните узников. Мы с детьми ходим на малину. Мы обязательно начинаем молитвы на малине и закончим. Смотрите, дети, какие красивые облака, деревья, а сколько слепых, которые в тюрьме, и они ничего не видят. Чтобы Господь приблизил им, напомнил, что они это имеют. Мы должны быть сострадательными. А не так. Я старух не люблю. Более безумно плохо ведь сказательный. И говорит это верующий. Ты молодым не будешь, старым будешь. А через старых людей легко приблизиться к Богу. Почему? Потому что продляется жизнь твоя. Откровение 3.3. Вспомни, что ты слышал и храни слышанное, и покайся. А если не будешь бодрствовать, то найду на тебя, когда не узнаешь историю тебя из жизни. А что слышал-то? Так надо это слышанное, это дать ребенку. Я говорю о детях специально, потому что открывается учебный год, вот-вот. Учителя, поставьте программу. Они пришли не к вам, а ко Христу. Вот с этой позиции все рассматривайте. Что бы ты ни говорил, обязательно прославь Бога за ученого, который что-то открыл, за ботаника, за литературоведов, за писателей, которые написали такие рассказы доходчивым языком. Они трудились не для себя. И помолись, может быть, за них. Потому что мы вошли в чужой труд. Салон 24 помни, полностью говорит о том, чтобы мы помнили Бога. Число 11.5. Чтобы мы помнили рабство, которое было нами в Египте. А не огурцы, дыни, лук, запитай, и репчатый лук, и чеснок. А вот тогда была колбота дешевая. На курорт ездили за 70 рублей. Все вспоминает, вспоминает. 100 миллионов жизней страдает со зарытой землей. Вот это вспомните. Никакой свободы слова. Церкви закрытые, священники в тюрьмах расстрелянные. Алтари разрушены, над мощами надругались. Ничего этого не помнят. Совершенно безумный народ и идут голосовать за этих убийц. Помни здравый смысл, никогда к тому не приближайся. Второзаконие 25.17. Помни, как поступил Амалик с тобой, Люд. И поэтому никогда не войдет в храм Господний. Второе параметно 14.22. И не вспомнил царя о благодеянии, которое поделал ему священник. И сына священника убил. Чтобы мы вспомнили, кто, когда, какое добро нам сделал, сказал доброе слово, наставил. Господь, дай мне все это помнить, от юности. Добрым взглядом может человека поднять и убить. И благословен Господь своих апостолов, который возбуждает наш здравый смысл и отправляет нас пророческим изречением. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok